Добрый вечер, друзья! Добрый вечер вам, церковь Падьяка! На Троещине мы начинаем вечерние собрания. Вы попросили, друзья, до церкви, особенно территории Божьего Царства, друзья. Царство Иисуса Христа. Это особенно место, друзья. Это выше, чем государственность или государственность. Это территория Божьего Царства, друзья. Вы попросили до Божьей Церкви, там, где Божий закон, Божий порядок, Божья ментальность, Божие отношения, отношения, как Бог божает, как Бог заповел людям отношения к себе, к жизни, исполняют Божью волю. Это место, где собрались такие люди, которые идут за Господом. И люди, которые принимают Господа как своего царя, как своего, можно сказать, как президента, как царя, как... И мы выкуплены из государственности этого мира, мы выкуплены из Украины, кто-то выкуплен из России, или из Белоруссии, или из Америки, или Европы, или из Филиппин. Господь нас искупил своей кровью, выкупил нас из этого мира, из этой реальности и взял нас до себе в реальность Божьего Царства. Царство, где Иисус Господь есть голова, и Господь есть владыка над всяким царством, над всяким царем и всякой властью. Господь поставлен там, и Он возглавляет всякую власть, друзья. И мы есть на этой территории. И та людина, которая с Богом примиряется своим каяцем в своих грехах и примиряется с Господом, и запрошу Господа быть его Богом и спасителем, та людина туда и потребляет. И мы также когда-то жили своими жизнями, по своим понятиям, как во всем мире. И Господь нас коснулся, и мы приняли и сделали это решение своему сердцу Бога и Господа принять, и запрошу с Ним завет, заповедь друзей. И так мы потрапили до всей территории. И это территория, а не просто традиция. Так, есть. Это как бы культура особливая. Божьи шляхи. Мы люди, которые идут Божими шляхами. Мы ходим Божими шляхами, мы думаем, мы маем от Господа руководство в своем жизни, в поступках, в разных ситуациях. Господь нам каже в сердце, Господь нам открывает, даёт нам мудрость на каждую ситуацию, на какие-то справы, на какие-то дела. Господь нам открывает, друзья. И мы также вас запрошуем. И каждый человек может отримать это небесное гражданство, Иисус Христа. Это такой невидимый паспорт, друзья, который превыше всякого паспорта на земле. Это такие небесные реестры, где имя люди записываются на небесах, в книге життя. И это очень важно, пока мы живы, отримать это гражданство. И то, что мы приняли Господа, у нас есть жизнь, чтобы это показать через исповедание, через справы. И как раз мы подтверждаем, что мы приняли Господа, что мы согласны, что мы Его принимаем руководство, Его Дух принимаем, Его настанову. Мы это показываем через действие, через исполнение Его воли. Для всего нужно и человеку жить. Бо Господь дал жизнь, чтобы показать, что ты выбираешь. Или быть в Божьем осадке с Господом, или не быть в Нем. Быть там, где погибли. Хочу сказать, что каждая страна, которая есть на свете, Тобто Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Европа, Америка. Ци страны, они землею тимчасово користуются. Бо Господь дал на користование землею. Но вся земля и все, что наполняет ее, она все Господне. И Богу належит, друзья. И Господь прийде. И Господь же на подходе, чтобы прийти и взять в обладение своей землею. И Господь будет придавать всю землю огню. А церковь будет взяты от земли, друзья. То есть очень важно, пока есть время, пока есть еще дия Божьей Божьей, отримать это спасение и вести в этот Божий ковчег, Божий церковь, друзья. И наша церковь подякова на мое видение. И мы идем этим шляхом, который указан в этом видении. Бог нам дал служение в Украине, среди народа Украины. Богдан нам открыл двери. И дал нам служение в Афранции, среди народа Кении. Также открыл двери нам для служения народа Филиппин и Океании. И мы уже это делаем, друзья. Мы уже построили мост, построенный мост уже в Кению, миссионерский. И мы готовимся для другого моста Филиппины. У нас такая миссия, друзья, на нашей церкви. И Бог дает свою благодать. И мы слышим про это, про всю благодать, которую Бог нам дает. Слава Господу, друзья. Я запрошу брата Василия помолиться за заслужение всего и то, что у него есть на сердце. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья, сестры, друзья. Хочу несколько слов сказать о 90-м псалме. Это очень важный псалом. Я рекомендую читать его тем людям, которые переживают сейчас какие-то трудности, какие-то моменты. Люди, которые переживают сейчас, проживают в каких-то опасных местах. Например, наши защитники, наши солдаты, ВСУ, парни, девушки. Вот я всем рекомендую читать псалом 90-й. Я хочу прочитать его, и вы поймете почему. Начнем с первого стиха. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, Заразы опустошающих полден. Падут подли тебя тысячи и десять тысячи десную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем моим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, не приткнешься, а камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Друзья, это Псалом, читая который, мы провозглашаем Слово Божье в свою жизнь. И в этом Псалме скажено о защите Божьей, о защите, о том, что Господь охраняет, оберегает нас. И нам нужно очень важно, чтобы мы провозглашали и утверждали это Слово в своей жизни. Я рекомендую каждого человека, который сейчас находится в неспокойных местах нашей страны. Может у вас в городе идут какие-то обстрелы и солдаты, которые сейчас находятся в горячих точках, парни, девушки. Я рекомендую каждому из вас читать этот Псалом. И также обязательно молитесь, это очень важно. Призывайте защиту Божью, просите Бога, чтобы Он охранял и оберегал нас. Мы все с братьями постоянно молимся о каждом солдате, чтобы Бог сохранил и сберег каждого из вас. И чтобы мы пережили это сложное, нелегкое для нас время. И обязательно мы победим. И в этой ситуации, с этой ситуацией мы выйдем победителями и получим большое благословение. И перед тем, как мы продолжим служение, я хочу помолиться. И брат Виктор продолжит. Помолимся. Дорогой Господь Иисус, милостивый Бог, спасибо Господи за то, что Ты рядом с нами, несмотря ни на что, Господь. Мы несовершенные люди, мы иногда согрешаем, мы иногда поступаем несправедливо, Господи. Но Твоя благодать и милость, она покрывает все наши грехи. Потому что Ты не смотришь на лица, Ты не смотришь на наш статус, Ты смотришь только на сердце, Господь. Мы благодарны Тебе за это, Боже. Спасибо за то, что Твоя милость и благодать покрывают любой грех. Спасибо за то, что Ты любишь нас, несмотря ни на что. За то, что Ты охраняешь и оберегаешь нас, Боже. Спасибо, Господи, за это служение Божие. Благослови это онлайн-служение, чтобы как можно больше людей узнало Тебя как Господа, личного Господа, Спасителя своего, Господь. Чтобы как можно больше людей узнало о благодать, о любви Твоей, Господь. Получило свободу, Господи. Потому что истина, которую Ты нам подарил, это есть свобода, Господи. Твоей Евангелие, Господи. Спасибо Тебе, милостивый Бог. Веди это служение, Господь, Дух Святой. Наполняй наши сердца, Господи, до избытка. Чтобы от избытка наших сердец говорили уста Божия. Во имя Иисуса Христа. Мы отдаем все Твои руки. Благослови, Господи, и веди это служение. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Брат Виктор, пожалуйста. Друзья, я приветствую всех. Любовь Господа, Иисуса Христа, и мы продолжим служение нашей церкви. Сегодня будет проповедь на тему «Перемога над дьяволом» или «Победа над дьяволом». И отразу, друзья, надо сказать, что в этом мире нас не должно ничего впечатлять больше, чем мы впечатляемся Богом. И так должно быть в всех сферах жизни. Если у нас что-то впечатляет в этом мире больше, чем Богом, значит в нашей жизни появился Идол. То есть если человек хочет заработать больше денег, чем Бог, значит она уже стала зависимой от дьявола. В ней появилась зависимость, которая называется «сребролюбие». Ей нужно остановиться и вернуться на шлях служения Богу. Также нужно сказать, что никакие наши гонения, страждания, боли во время служения не должны нас впечатляться. Мы знаем, что Господь тоже был гонимый, страждал за нас, за наше спасение. И Он является примером своим служения для каждого из нас, для каждого, для нашего спасения. Если Господь страждания, если Господь страждал, был гонимый и виконал волю Пасянства Небесного, то мы тоже должны выполнить свое призначение перед Богом. И не обратить внимание на то, что происходит с нами во время служения, как было оно с нашим Господом Иисусом Христом. И, друзья, Слово Божие нужно принимать таким, которое через него говорит Бог. Слово Божие, если оно в нашем жизни не действует, не работает, не работает, значит, сердце наше уже во время служения огрубило. Огрубило уже воно залежит от дьявольских духовных сил. И кто таки дьявол? Дьявол по Библии это сильный. Сильный, давайте, друзья, открываем от Марка, третью главу, 27-й вирс. 27-й вирс. 27-й вирс. Вирса и вирс-сверк сзаж Orleans. 25-й. Вирсил Пасяц. чтобы мы расповсюжили его царство в всех сферах жизни, но мы знаем, что дьявол, он как раз и контролирует жизнь людства на этой планете, потому что чтобы расповсюжить Божье царство на этой планете, чтобы выполнять волю, нужно сначала связать сильное, то есть, как говорит нам слово, связать дьявол. И когда мы приступаем к служению, которое нам предназначено Богом, нужно подготовить то место, где ту территорию, где мы будем служить Богом, выполнять его задачи, то есть, нам нужно связать сильного дьявола, або, скажем так, обезвредить его, тогда нам дается легко выполнять Божье задачи. Кроме того, друзья, нужно обязательно, чтобы команда служителей тоже была молена, и тоже не имела слабых мест, слабых звеньев, где бы дьявол мог бы их поражать. Это нам говорит слово. Давайте откроем послание Ефесянам 6 главу. З 11-го виша. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против дьявольских козней. И наступный виша. Потому что наша брань не против крови и плути, не против властей и начальств, не против миропоставителей тьмы века сего, против злоби, не против злоби духов поднебесных. То есть, друзья, чтобы обезвредить дьявола, мы своей силой волей его никогда не обезвредимы. Обезвредить дьявола, его духовные силы, перемогать их, это духовная война. Духовная война, и мы должны быть во всеоружии Божьем, чтобы перемогать дьяволу, как нам говорит слово. Это война не против людей, а против дьявольских духовных сил. И я хочу, друзья, привести пример этого, как это действует насправду. Был такой час, когда на нашем подверье любители выпить там, погулять, собрали разные доски, подносы. И устроили, вибудовали такий стол, лавочки. И каждый вечер там голосили, спивали, пили и так дальше. Ну, звичайно, людям это не нравилось, смовчали люди. Но мой сосед над головой, Сашко, он уже не выдержал, каже, спать не дают нормально. Виходит, давай эти столи, стол цей лавочки разбирать по запчастям и выносить их на мусорник. Но это мне Бог показал через окно. И я сразу знал, что дьявол найдет кого-то из этих выпивок на строю ум, чтобы он воспрепятствовал моему сусиду. И так, друзья, оно и произошло. Виходит мужик один с топором, и сразу он срубал дерево на нашем подверье, а потом с топором бежит до моего сусида, Сашка. А я в этот час промалюю эту ситуацию. Я связываю все эти козни дьявола против моего сусида в его уме. И когда он подбег до Сашка, я в этот час как раз молился усердно. Он остановился для него, что-то они перемолились. И потом Сашко начал дальше выносить эти дрова, а он просто сел и наблюдал, как Сашко делается. И таким образом, эти лавочки и стол были убраны. Дальше все было спокойно. А посланец дьявола и ему подобные, то только сидели и наблюдали за моим сусидом. Таким чином, это непристойное явище было убрано. И слава Господу, что все так обошлось. Потому что эта ситуация была мною промолена. И тот, что в меня был сильнейший, того, кто старался воспрепятствовать моему сусиду. Слава Господу, друзья. Взагалі-то у дьявола, в его команде духовных сил есть четыре уровня. Первый уровень – это начальство, это те сили духовные, которые самые деспотичные. В этой войне, на этой планете. Также есть власти, которые имеют силу. Третий – это мироправители тьми века этого, что мы недавно читали, друзья. И остальные – это духи злоби от небесных. И эти духи, друзья, они как раз чаще всего и распространяют зло между людьми. Тобто, они настраивают людей делать зло один против одного. Мы видим, что в этой войне, что идет в Украине, дьявола настраивает население Росии против нашего населения. И идет война. Это все происходит за рахунок духов злоби от небесных. Также высших сил дьявола, высших духовных сил. И чтобы нам, друзья, завоевать территорию для служения Богу, выполнить каждому свое призначение, нам нужно сначала, на начале, нужно взять пест. Після посту промалювать, ходотайствовать перед Богом, чтобы избавиться этих сил. И если мы их избавляем, то сила над ними, то мироправители, мы, века сьего, они ослабевают. И мы таким чином займаем территорию для служения Богу. Если нам это не удается, то мы прибегаем до помощи нашего Господа, Иисуса Христа. И Он всегда прийдет нам на помощь, чтобы нам перемогли эти духовные силы. Бог всегда приходит на помощь вчасно. Або даже в войне с дьявольскими бессами, або, если, скажемо, не удается заснуть, мы просим Бога, чтобы по Его Господа, чтобы по Его Слову, Он нам дал сон. Он нам тоже помогает. Господь нас никогда в беде не залишит. Такого не бывает. А взагалі-то, друзья, чтобы дьявол нас не смогли поражать никогда, ни при каких обстоятельствах, нам нужно наш сосуд содержать в честности и праведности, и в святости. Тогда дьявольские силы никогда не смогли нас ни на каком уровне поражать. И про это нам говорит слово. Давайте открываем еще Ефесянам 4 главу. 4 глава 22. 2 глава 22. 4 глава 24. 5 глава 23. 5 глава 24. Потому что Господь не разу не разрешил час своего служения. И что нам говорит слово, друзья, почитаем с 22-го виша. Отложите прежний образ жизни и сливающего областительных похотях. И обновитесь духом ума вашего. И облезься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости. То, что я вам говорил, друзья, если мы ведем такой образ жизни, мы его ведем по воле Божьей. И дьявол нас не в силе поразить, потому что ему не мать чего нас взяться. Треба быть нам послушными, потому что послушные всегда должны быть Богом, твердыми в вере. И когда мы противостанем дьяволу, он всегда из нас тикает, всегда из нас убегает. А если мы, бывает так, что грешим перед лицем Бога, то, чтобы нас дьявол не поражал, бежим сразу до Господа, Иисуса Христа, каямся в своем грехе. Господь наш ест хадатайм за наши грехи перед Отцем Небесним. Тому треба одразу бігти до Него, каятись перед Його лицем, и Господь нам прощает, чтобы мы смогли дальше Ему служить и больше не грешить. Треба сказать, друзья, что чем больше мы выполняем Божьих завданий, тем больше крепче наша вера. Чем больше мы выполняем Божьих завданий, тем больше силы Божьей в нас. И когда мы набираемся этой силы, тогда мы сможем противостоять и высшим дьявольским духовным силам. А если на нас кто-то наезжает, не справедливо, не честно, то мы силой Духа Святого в нас, мы никому не мстим, никому не отвечаем, зло на зло. Просто мы передаем эту проблему в руки Господу, и Господь справедливо за нас вступится. Господь за нас отдаст по справедливости, сколько нам нанесено зла, беда, сколько Господь за нас отдаст. Но если мы общаемся с людьми, иногда люди нас не понимают, то, конечно, такие случаи бывают, и не нужно на людей гниваться, не нужно на них обижаться. С людьми мы всегда в змозе найти контакт, найти с ними общение. Для этого нужно быть, конечно, самим, дружелюбным, самим мать подход к людям. Если мы его имеем, то мы с ними всегда контакт найдем. Но при этом никогда, друзья, не нужно давать себя, приниживать. Потому что мы, народ, выбранный Богом, выбранный Гудел, мы народ, который живет правильным жизнением, стремился жить в святости перед Богом, и не будем давать, приниживать себя перед грешным народом. На добро никогда не отвечаем, не всем людям всегда добро. Почему? Потому что добро есть воля Божия для нас, и добро, оно есть оружие против дьявола. Это так все равно, друзья, когда мы прославляем Господа, это тоже оружие против дьяволских духовных сил. Это мучает их силы. Так же, когда мы делаем добро ближнему, то это оружие против дьявола, против всех его сил. Я уже привык жить по этому слову, и своим соседям каждый раз делаю какое-то добро. Хоть маленькое, хоть небольшое, а это уже мой образ жизни. И слава Господу за это. Также хочу сказать, друзья, что дьявола никогда в нашем служении не нужно бояться. Николи его не нужно бояться. Если мы его боимся, то он нас паралізует. Что нам говорит слово на это? Давайте открываем послание филиппийцам. Первую главу с 27 виршем. Что говорит Павел филиппийцам? «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и услышу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязавшись за веру Ивановскую. И не страшитесь ни в чем противнику. Это для них признавание погибели. А для вас спасение. И сио от Бога». Тобто Бог говорит через апостола Павла, что мы никогда не боялись противников нашей веры. Тобто тих людей, которые служат, живут и служат по воле дьявола. Нам их бояться нет. И до того же хочу сказать, что если человек искать лица Бога, хочет служить Ему, то, естественно, все будут приглашать каждый в свою церковь, чтобы человек нашла его лица, служила и спасла. Но я всегда говорю, друзья, чтобы человек спасся, нехай читает Библию. Что говорит Библия на этот рахунок. И как раз эти два вирши, которые я читал, они как раз нам и говорят, что именно в вере Иванецкой Бог даёт спасение. А те, кто противники этой веры, это для них признание загибели. И сказано, что сио от Бога. Поэтому, если человек искать лица Бога, желает служить Ему, желает мать спасение, то не обязательно приглашать в свою церковь, а просто сказать людям, что читает Библия на этот рахунок. И предлагать, почитать как раз первую лагу послания к филиппийцам, остальные четыре вирши. И человек, почитавши Библию, будет больше доверять Богу, как встречи с ним, спасение, чем она почула от кого-то, когда ее приглашают в свою церковь. Это очень важный, друзья. И мы еще говорим, что чтобы нам познавать Истину, слово говорит, познай Истину, она сделает тебя свободным. Что это значит, друзья? Это значит, что когда человек имеет злобу на кого-то, не в настроении, человек обижена, то она, познаючи Истину, слушая проповедь про слово Божье, она заспокоится, она избавляется этого зла, этих неприятных вещей на сердце. И сердце их заспокоится через проповедь Евангелия. И последнее, что хочется сказать, друзья, что коррупцию в нашей стране контролирует дьявольские духовные силы. И чтобы в нашей стране избавиться коррупции, нужно выгонять этих бесов, молиться за силы страны. Треба проповедовать Евангелия, проповедовать благоузвестку про спасение в каждом районе, в каждом городе, на каждой улице. И тогда эти духовные силы, этот дух бессовский, он упадет. И страна будет избавиться коррупции. А никакие там митинги нашего населения, никакие там перевыборы парламента или президента, они нам не допоможут. Я скажу, избавиться коррупции никого. Только победа над дьявольскими духовными силами, которые контролируют коррупцию в нашей стране, даст нам смогу победить. И победа даст нам возможность избавиться этого негативного явления. И нужно сказать, что примером этого является Южная Корея. Там тоже была такая ситуация, как в Украине, но через молитвы, через проповедь Слова Божьего именно Евангелие в этой стране, эта стране уже процветает духовно. Там развита демократия, народ ее процветает. Это уже известно всем нам, друзья. И Украина идет этим шляхом. И мы верим, что так будет и на Украине в дальнейшем. Я хочу еще помолиться за вас, друзья. Отец Небесный, я дякую за это служение, за то, что ты нам открываешь свои глубины, даешь нам больше и больше познавать тебе, Отче. Через твоё слово допоможи нам, Отче, больше и больше познавать твоих откровений. Дай нам силы твоей, укрепляй нас в твоей вере, чтобы мы всегда могли поддержать духовные силы, чтобы мы всегда могли поддерживать духовные силы, чтобы мы всегда могли в змозе выколовать каждый из нас свое назначение в дальнейшем. Ибо мы упомяем на тебя и дякуем тебе, Отче, за твою верность, твоё слово, за то, что ты не можешь отдыхаться от себя. Ты всегда тот же. И мы всегда упомяем на тебя, посвятивши своё життя служению тебе, за все тебе слава. Мы говорим всё, всё, имя Иисуса Христа. И дякуем тебе наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Спасибо, брат Виктор, за чудесное слово, друзья. И хочу в продолжении сказанного братом сказать, что для того, чтобы побеждать духовные силы дьявола, нам нужно обязательно иметь Господа в своем сердце. Не имея Бога в своем сердце, мы не сможем противостоять Ему. Мы будем переживать поражение, потому что без помощи Божьей, без Его поддержки, мы заранее обречены на проигрыш. Поэтому, друзья, хочу предложить вам в молитве покаяния пригласить Господа Иисуса Христа в свое сердце, для того, чтобы вы после молитвы покаяния были заведомо уже победителями. Потому что без Господа побеждать лукавого невозможно. Друзья, если вы готовы принять Иисуса Христа в свое сердце и быть в вечности с Ним, быть в вечности в Царстве Божьем, а не в вечности мук и страданий, если вы готовы, давайте помолимся молитвой покаяния. Я буду молиться, а вы повторяйте за мной эти слова, но молитесь так, как будто вы молитесь лично от себя, от своего сердца. Помолимся. Дорогой Господь Иисус, милостивый Бог, спасибо Господи за то, что Ты пришел в этот мир, для того, чтобы я имел спасение. Спасибо тебе, Господи, за то, что Ты пришел в этот мир, пострадал за меня, был распят на кресте, пролил Твою святую кровь, был изранен, был погребен и третьего дня воскрес, для того, чтобы я имел спасение и вечную жизнь. Господь, я прошу Тебя, прости все мои грехи, войди в мое сердце и будь моим личным Господом и Спасителем. Во имя Иисуса Христа. Я признаю, что Ты мой Бог, я признаю, что спасение только через Тебя, во имя Иисуса Христа. И я верю, что только Ты даруешь спасение. Ни дела, ни какие-либо заслуги, только Ты, Господь, Иисус Христос. Спасибо за то, что Ты слышишь эту молитву, за то, что Ты рядом со мной. Я благодарен Тебе, Боже, за то, что Ты вошел в мое сердце и стал моим личным Господом и Спасителем. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, если вы молились этой молитвой, я поздравляю вас, потому что отныне вы стали членом Божьей семьи и Царства Божьего. И обязательно вам нужно теперь читать Библию, изучать Библию, размышлять над Словом Божьим, молиться. И вам нужно найти церковь, в которой верят в три единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. И посещать эту церковь, прославлять с братьями и сестрами в едином Духе Господа и Спасителя. И по возможности служить. А мы продолжим. Мы прославим Господа. Брат Виктор написал эту чудесную песню. Давайте начнем. Наш Господь Спаситель любит нас. Нам Господь Спаситель в трудный час. Он спасает душу, веселит, крыльями своими осенит. Господь, Господь наш славный Господь, Ты благ и свят, Ты наша любовь, Господь, Господь наш верный Господь, Ты царь царей вовек. Господь, Господь наш славный Господь, Ты благ и свят, Ты наша любовь, Господь, Господь наш верный Господь, Ты царь царей вовек. Наш Господь Спаситель, верный Друг, Наш Господь спаситель жизни и путь, Его стези праведны и мирны, Буду его славить во все дни. Господь, Господь наш славный Господь, Ты благ и свят, Ты наша любовь, Господь, Господь наш верный Господь, Ты царь царей вовек. Господь, Господь наш славный Господь, Ты благ и свят, Ты наша любовь, Господь наш верный Господь, Ты царь царей вовек. Вовек, аллилуйя. Амин. Брат Евгений, что у нас дальше по... По проповедь? Нет. Проповедь Евгений, да? А брат Евгений продолжит, скажет проповедь. Пожалуйста. Слава Господу, братья и сестры. Слава Господу. Жив Господь, мы також оживляемся. Словом Божьим, словословием, псалмом, письмою. И сегодня Господь поклав мне на сердце отпятить такую тему и коснуться, дай Бог благодати выносить, еще бы было таки понимание, разумение цей темы и назвать проповеди и источник погоды в жизни и судьбе человека и народа. Источник погоды. То, кто источник погоды в жизни и судьбе человека, а также народа. У нас может быть запытание у жити, почему так трапляется и почему этак, и причины потрясений в жизни народов, цивилизаций, судеб людей. И на це є питання, і на це Господь отвечає. І це важливо мати нам разуміння. В чем источник, в чем причина, отчого це получается, що таке в жизни приходить, а не другое. Ти ожидаєш, хочеш чого-то хорошого, а оно не получается. Это важно понимать. Особливо, коли щось таке трапляється у судьбі, як у нас, допустим, в Украине, прийшло горе, війна. И особенно важно мати це розуміння, щоб зробити вивади, друзья. І коли ти зробив вивади, важливо згідно цих вивадів результатами поступити. Тобто, треба не ставатися там, де ти був, і не ставатися там, де ти був, і не ставатися в тому місці, яке привело к тебе к таким плохим событиям, а перейти в то місце, вернее, треба оттуда вийти з тих місць, тех действий, які приводять к таким плохим событиям в нашій житті. А прийти в то місце, в те позиції, в те понимання, в те действия, які нас благословляють, і не вызывают, і не привлекають те бедствия, які приходять. І я і цього буду му касатися. Дай Бог благодати, все выноси те слово, котре поклав Господь мене на серце. Давайте откроем, это Ветхий Завет, книга «Бытие», шестая глава. Причина, друзья, источник, источник, что влияет, друзья, что влияет на события, которые происходят, особливо на негативное, то, что приходит в жизнь людей, народов. Шестая глава, «Бытие» шестая глава, 5 стиха, 5 по 8 стих. «И увидел Господь, что велико разращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, а человек это скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обвел благодать перед очами Господа». Аминь. Мы знаем эту историю, это было перед тем, как Господь был сделан поток, и был истребован весь мир. И Господь сохранил людство в Ное, в его семье, и тех животных, которые были в Ковчеге. То, что здесь мы видим, Господь здесь сам указывает на причину, почему Господь наводит бедствие и допускает бедствие. Мы тут видим, что помышления, то все мысли, что велико было разращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То, что сердце человеческое. Сердце человеческое, оно делает по голову, и оно или благословляет твою жизнь, или привлекает бедствие на твою голову и на твою судьбу. Давайте откроем книгу пророка Ионы. Книга пророка Иона, это редкий завет, друзья. Я буду читать в книге пророка Иона из нескольких мест. Первая глава, давайте почитаем первая глава, с первой повторности. И было слово Господне Кионе, сыну Амафину. Встань, иди в Неневе, город великий, и пропедуй в нем, ибо злодеяние его дошли до меня. Аминь. Тобто злодеяния народа, мы здесь видим, как происходит, злодеяния народа, они доходят до Бога. Это в совокупности злодеяния, и превращение сердца, и дел, и мысли. И Господь, где здесь, Он побуждает Божьего человека, служителя Божьего пророка, идти и проповедовать об этом, предупреждать, чтобы Господь поднимает. Важно, чтобы были проповедующие. Важно, чтобы не было молчащих из Божьих служителей, что это важное служение, возвещать. И быть на пульсе, не быть где-то в стороне своей маленькой жизни, своей норке, своих кущах. Не быть в стороне от жизни. Тобто нужно быть на пульсе, и служение Божьего человека быть на пульсе событий. И когда что-то происходит, и не может быть в стороне, ты должен свой голос возвысить, и все надо в баху разодрать. Тот, кто реагирует, тот, кто не остыл, тот, кто не отрекся, Божьего служения, Божьего дела, он реагирует, он сразу же выходит на рот и проповедует. И мы видим это по примеру Ионы. Давайте откроем теперь и третью главу, чтобы выйдем дальше. Я тебя, глава я буду читать с 1-го 50-й стих. И было слово Господне к Ионе вторично, а до этого Иону противостоять им Ниневию, но Господь его убедил своими методами, что нужно так поступить, как он говорит им Ниневию. И было слово Господне к Ионе вторично, встань, иди в Ниневию, город великий, и попреду в нем, что я провел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал его находить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили, ни Ниневия, ни Богу. И объявили пост, и делись в обретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел опровозгласить, и сказать в Ниневии от имени царя, и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы, ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили. И чтобы покрытые были вретищем, люди и скот крепко вопьели к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, и относили рук своих. Кто знает, может быть еще Бог умилосерпится, и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Увидел Бог, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Также давайте откроем следующую главу, осталью, четвертую. Четвертая глава, второй стих. Тут Бог отвел гнев свой, а он сильно огорчился этим, и был раздражен. Он хотел увидеть, как огонь сойдет, как люди поигнут, как зрелище. И молился он Господу, и сказал, о Господи, «Не это ли я говорил я, когда еще был в стране моей, потому я и бежал в фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Аминь. То-бто сердце Божье. Мы тут видим сердце Божье и источник бед в судьбе народа, потрясений. Это сердце людей, их жизнь, то, что у них помыслы. Друзья, это источник причин, многих причин, которых человек может не понимать, может искать что-то где-то снаружи, там, в ком-то искать причину, или в тех-то как причину бедствий. А бедствие источники его сердца, или сердца народа, уклад народа, ихни дела, ихния исповедания, ихния жизнь, которая Богу противна. Давайте еще откроем, друзья, книгу пророка Еремия. Очень важное слово, чтобы была у нас полнота именно Божьей меры, Божьей меры, что Господь сам говорит о том, что быть и как будет, как оно будет, причина. Сам Бог об этом говорит. Книгу Еремия. Еремия. Восьмадцатая глава, друзья. Восьмадцатая глава, глава сестого по девятый стих. Не могу ли я поступить с вами домом Израилев подобно горшечнику всему, говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Тобто о народе, о государстве, царстве, государство, царство, это то же самое. Государство, царство. Иногда я скажу какому-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится о своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Только благословлю его, размужу его, устрою и утвержу. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. И так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. И так обратитесь каждый о злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Вот такое, друзья, это Господь сам говорит и открывает, что он хочет, помышляет, выйдет и зло сделает, допустим, открыть, навести зло, потому что злые поступки и но если Господь смотрит, раскаялся в этом зле, то он отлагает это, как мы видим, например, Неневии, или наоборот, он хотел благословить этот народ, его предложить, но если народ начал поступать и злобно, и против неугодно Господу, то Господь не будет то делать. Аллилуйя. Но если тот народ, на который я это изрек обратиться, о злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил, сделать ему, а я скажу какому-либо народе о и царстве, что строю, благословую, учрежу его, но если он будет делать зло и предначаем моими, и не слушаться глазом моего, я отменю то добро, которое хотел облагодействовать его. Это Господь так открывает, Боже слово так говорит, хочет мы не хочет так Бог поступает, и мы тут уже даже если нам так не хочется мы с этим считаемся, оно происходит как Бог установил, а не как по нашему желанию, даже если мы хотим как бы, но если оно так как Бог будет случаться, и так мы видим буквально и нас тоже в стране, и у нас Господь же я уже в этом свечу, что когда я тогда ходил и после приезда в 15-м году и до моего съезда в Африку и до Протвегова ходил по троечине и призывал, что люди, которые сидят в пафе чтобы им не вспоминали молились за тех людей, которые гибли, я видел, что сердце людей было наплевать как бы жили своей жизнью и мало кто там переживал мало кто молился и как то даже проливается и гибнет ради того чтобы ты сидел сейчас в капелле и жил своей жизнью и своим бизнесом и это было сердце Украины и конфликт он плел и было непонятно будет ли война развиваться дальше или прекратиться все в руке Господней даже сейчас что Господь так установил и смотря в виде сердца украинцев чтобы война не продолжаться сердце украинцев влияет на то что будет война не будет и то что допустим Господь может так сделать чтобы была бесспорная победа или же но как оно сейчас непонятно и многое зависит сейчас как моргает обратно подключение восстановлено подключение все работает аминь как чаша весов украина россии чаша весов и много сердец если сердце украины будет делать противное господу и бог видит сердца как люди хотят жить дальше они хотят как и было раньше до этого конфликта так продолжать если у них сердце не будет меняться то господь может победе украины не дать мы хотим этого и это в руке божьей как оно будет сердца сердца народа если ты сделаешь выводы из этого и обернешься злого пути своего раскаясь и у тебя в сердце это будет намерение то я все я так поспать не буду и так нехорошо жить и быть таким байдужем до ближнего до инших тогда вот и бог это видит эти помыслы это решение в сердце и что человек так думает и вот он принял решение не буду поступать как я раньше поступал и так жить таким тогда бог смотрит и это влияет на меру каким событием состояться дальше что бог будет допускать или позволять злу двигаться или сказать злу прекратись источнику закрыться много факторов на это и мы знаем что даже еще до войны до войны до пандемии мы знаем как бы то что тогда были мы бог открыл через людей о том зло которое было замыслено против народа Украины чтобы отобрать Украину землю и это богат нации другие которые там на закатом уровне были махинации сделаны и Петром Порошенко и другими тоже чтобы отобрать землю и были государственные органы зарегистрированы как частные фирмы в Америке это все остается дальше и то что газ мы допустим имеем жители Украины имея самые богатые недра и живем в нищенстве и платим мы должны иметь по себе стоимость этот газ коррестоваться недрами вот такие схемы были опутаны еще до войны до этих событий друзья это зло никуда не делось и те коварные люди они так же самое коварные и мысли и даже многие в этом преуспевают в этом злодействии в воровстве но хочу сказать что есть Божья милость и на тех людей приготовлено но я у меня в сердце вера что Господь именно ради праведников ради праведных людей и тех дел которых Бог употребляет праведников и свою церковь буду доставлять даже я верю что тех людей которые сердце развратилось злодейски Господь силен их оградить и обрезать их возможность совершать злое через тюрьму через приговоры какие то да Господь силен но хочу сказать что многое тоже и на нас как бы от наших действий нашего служения как мы будем исполнять Божье видение об этом ревновать двигаться в этом это тоже чаша весов которая добавляет и я думаю что Господь меня вывел туда из Донецка привел как только уехал из Донецка там встали такие обстрелы которых не было от 14 года даже Господь меня сюда в Украину знаете как чаша весов я так разрушен когда я сюда готовился к служению переваривал внутри своего сердца Аминь сердце людское и тут многое зависит от нас как это будет сейчас чаша весов как оно будет происходить еще не был на мне сказали что есть там собрание пастеров там раз в месяц я не знаю что там происходит как они мыслят как бы если Господь мне благословит там побывать этим поделиться словом как бы так сказать не все так хорошо в Украине не все так хорошо в России я тоже про Россию молчу тоже про поклонение Ленину про все то что происходит там поклонение идеологии Кремля Путина про Белоруссию везде свои минусы и я хочу сказать что нет такого чтобы там Украина была права пред Богом а Россия там все не правы пред Богом Америка не права Европа не права у всех свои какие-то грехи есть такой народ никто не может сказать что вот мы перед Богом там хорошо стоим мало кто везде милость Божия нас сильными народами и этим никто не может хвалиться слава Богу за все друзья но я хочу сказать что Божья воля Божья миссия которую Господь поручил Божьей Церкви и многое зависит от нас от проповедующих от позиции церкви от тех ну тоже были большие проблемы в Украине тоже эти дух религии который сковал церковь сковал служителей это самое заглядывание в рот этих самых власть имущих перед ними угождать им и молчание против гей парадов против беззаконий в нашем народе и других народов и тут такое дело знаете если так подняться на эту Божью высоту из этой Божьей высоты смотреть и она все по-другому видится друзья но есть наша часть и она тоже влияет друзья и наше действие наша активность в Божьем деле служение активность наша как бы пребывание в истине и когда мы стоим в истине мы должны и эту истину нести как бы невзирая на лица невзирая на реакцию будет ли это нам от этого хорошо если будем правду говорить или не будет то есть это тоже такое особенно там где плоскости публичные там где власть имущая или даже если оно опустим Бог угождает но противно государственной политике или идеологии государственной то ты должен стоять на господнем и тогда ты будешь тоже подвергаться опасности от государства не будешь угодным но твоя часть укажет Богу и на это Господь даст мужество тоже кто будет использовать в этом но от этого влияет друзья зависит именно на судьбу народа я же говорю что конфликт отлел и Господь смотрел тоже война ли могла этот конфликт рассосаться может рассосаться и завершиться Богу это под силу друзья но Господь что-то пока все равно держится еще и так вот шатко такое но но Господь дал благодать тоже видите и Божья рука что вот благодать и поддержка стран но Господь был силен и все закончить дать победу не такую на сокрушительную но Господь что-то еще происходит друзья и будем об этом молиться чтобы Господь убрал невгодное потому что я хочу сказать что для дела Евангелия Украина лучше и атмосфера в Украине лучше для дела Божьего дела чем в Беларуси или России это сто процентов не спорно дело допустим Европа там экономика лучше но там церковь в упадке духовном Америка тоже не очень все хорошо там если ты будешь проповедовать против политики штатов там геях если там законина и нормально это плохо ты можешь потерять лицензию что это есть в Америке не зло такое но если так все сравнивать то Украина лучше но в Украине тоже много такого злого которого Богу не угодно и замыслов против Украины очень много против народа и эти замыслы они уже реализованы мы видим их посредствия через те действия которые были найдены обнадованы магнитом нации и других тоже и то что сейчас ну поэтому история сейчас творится тоже эту часть весов как бы наши действия служение нашего исповедания молитвами влияют друзья и нужны поэтому Господь для этого меня вернул сюда тоже в Украину вот слава Богу хочу сказать дальше еще друзья евреев 11 глава я буду завершать евреев 11 глава 7 стих это новый завет это новый завет веру иной получил откровение о том что еще не было видимо благодовея приготовил ковчег для спасения дома своего его ей усадил он весь мир и сделал себя наследием правильности и поверья то что откровение это то откровение которое Бог дал мне и по поводу часов истории что человек который вошел в откровение он это определяет судьбу когда исполняется это Божье дело то этим тихо тихо в часы истории и определяющее в судьбе и мы исполняя Божья волю определяем судьбу но тут важный фактор есть благодовение благодовение пред Богом очень важно нам благодовить пред Господом и это благодовение чтобы сердце сохранялось и постоянно пребывать в этом благодовении пред Богом я хочу открыть и завершение можно эту тему обновление более глубже у меня нет такого акцента но я хочу все равно чтобы это слово было сказано а давайте откроем книгу пророка Малахии которая это Витхий Завет то же завершение последняя глава Малахия первая глава 6 по 10 стих Сын чьи отца и раб господина своего если я отец то где почтение ко мне и если я Господь то где благодовение предо мною говорит Господь вам священники бесславящим имя мое вы говорите чем мы бесславим тебя вы приносите на житвыник мой нечистый хлеб и говорите чем вы бесславите меня тем что говорите трапеза Господня не стоит уважения и когда приносите в жертву слепое не худо ли это или когда приносите хромое и больное не худо ли это поднеси это твоему князю будет ли он доволен тобою и благословно ли примет тебя говорит Господь Савов Аллилуйя итак молитесь Богу чтобы помиловал вас а когда такое исходит из рук ваших то может ли он милостиво принимать вас говорит Господь Савов лучше кто-нибудь из вас запер бы двери чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем нет моего благоволения к вам говорит Господь Савов и приношение из рук ваших не угодно мне аминь вообще не очень важно это благовение оно себя проявляет а тут Господь говорит что вы приносите жертву мне хромое худое там уже второсортное это можно сказать и по нашей жизни как бы что ты приносишь Господу или ты ты приносишь лучшее своей семье своим детям своему начальнику работе а худшее а то что осталось для Господа это не будет угодно а если ты приносишь лучшее Господу а то что уже осталось работе начальству или детям в семье тогда Господь видит что это лучше Ему тогда этим это не просто Господь силен нас поменять даст нам силу и мудрости так установить чтобы мы лучшее отдавали Господу и во времени и успевать для Божьего дела исполнять то слово которое ты Господу говорил благоговение в этом проявлении благоговения что ты благоговение пред Богом ты как состояние Богу поклонения это Божий дар как бы Божий страх в твоем сердце благоговение пред Богом ты Постоян预п благоговение что ты будешь понимать вот это лучшее время там, ресурсы или что-то там, жертва, это чуть послабее, это еще послабее, это храмой уже послой, то что там уже на вставке. Ты будешь понимать, ну дай Господь нам милости, чтобы мы правильно к Богу относились и обратно же, если ты будешь такое приносить Господу, Господь видит в твоем возможности, если допустим у тебя все кривое, то из этого кривого можно выбрать самое лучшее, и Господь это смотрит, что лучшее ты даешь, потому что у тебя все еще хуже, то из этого плохого, у которого у тебя кривого, найдется что-то получше, и ты можешь это принести Господу. Аминь, братья, будем стремиться уважать Господу, иметь это, удерживать это благоговение пред Богом, и быть своим в сердце, мы не можем отвечать за поступки, допустим, или вхлорить, допустим, людей вокруг нас, чтобы они о зло пути своего отошли, как бы поменялись, но, то, что он нам по силам, и я верю, что Господь будет милостив к Украине ради нас, ради своего дела, ради того откровения, которое он нам открыл. Я, пусть так, знаете, суда аналитически себе бух открыл, вторую поездку в Кеню, в Филиппине, тут базу миссионерскую, прямая, ручьей, а что, украина не будет разрушена, завоевана. Тобто ради даже этого откровения, которое Бог открыл, если я иду, если я принял это, иду, то Бог уже не хоро деваться, Он уже открыл, что это исполнится. Как бы так сказать, что как бы держишь Бога, как бы не то, ну, так сказать, если что, если человек что-то пообещал, как бы, то его же кто за язык не тянул, обещать. Поэтому, если Бог сказал, изрек, если ты это взял, и идешь этим, и держишься, как Ной, благоговей, исполнять, то благословение, это проклятие, оно придет. Если Ной тогда, это было откровение для Ноя, и Господь этим, исполнением этого откровения, Он привлек суд на весь народ, и погибел. А если мы имеем откровение, которое, ну, даже логически, оно должно, ну, исполнение его, оно предполагает благословение Украине, тогда это будет. Мы не можем обо всем понимать, допустим, или влиять, но мы можем молиться, и делать свою часть, которая нам, на нас возложена, которая это благословение, будет как бы чашу весов переваливать, если так сравнить, как чаша весов, туда или сюда, благословение или проклятие, то нужно сделать максимально, друзья, что же от нас требуется, что нам по силам, и через молитвы, через дела, и приведания, и через свои даже, ну, поступки свои, если где-то что-то там делает, какие-то грехи были, отказаться от этого, и подтвердиться на пути правды, благоугодной, даже для судьбы Украины, своего народа. Господь ради праведника, как у них, мы знаем это, когда Господь, когда это самое, Моисей тогда с Богом, ты будешь, ну, как бы, когда это было, приговор этой, судовое говори, Бог тогда с ним, подговаривал, Моисей с Богом, как бы ради одного, или десяти ты, ну, сохранишь, то нас больше, чем 10, как бы, и больше в Украине, хотя, просто, очень многое зависит от священства Господнего, это я, ну, мое понимание, просто, я вижу, что многое от священства, от постырей, зависит от епископов, от союзов, и как они себя ведут в Украине, многое от этого влияет, если бы они, не побоялись, допустим, что оживотались, своего благосостояния, говорить правду, начальствующий, то, уже бы давно, было все исчерпано, если бы вышли, на протяжении парадов, против этой, против нацизма, кто себя проявлял, шествия этих, асфакелами, оно тоже было бы, оно не было бы этого, если бы была адекватная реакция, если бы они не боялись, ну, я верю, что Господь, и нашими усилиями, нашей церкви, и я знаю, что еще есть, церкла, которая двигается так, в пробуждении, таком, в духе пробуждения, и это еще впереди, ну, то, что от нас будет требоваться, где-то может, это будет опасно, тоже, где-то идти на конфликт, или, ну, поистине, если истина, она будет, сокрушать, какие-то, государственную политику, какую-то, или там, позиции государственные, истина, то нужно будет, вставить на истину, и это будет, твое служение, как это, служение накрадителя, который, вопреки политике, этого самого, и саря Ирода, его поступок, он обличил его, что он так неправильно поступил, этим он себе врага приобрел, но это издержка же служения, и многие, многих пророков были убиты, друзья, аминь, я помолюсь, что будем молиться за, за предовое, за воинов, Господь военный суд Христа, в свою руку, простри Господь, на всех нас, на Украину, помилуй Господь, благослови, чтобы каждый, отвратился, от злого пути, своего, Господь военный суд Христа, в Украине, в России, Белоруссии, Германии, Европе, по всему миру, Господь, ибо нет права перед тобой, Господь, и каждая страна не может хвалиться, что мы перед Богом, а все остальные, там, грешные, все грешны, перед тобой, Господь, но каждый, своей меру, Господь, но ты, благослови, чтобы каждый, отошел из злого пути, Господь, и несу, если мы тут в Украине, чтоб пришел мир, нашу землю, Господь, и благослови, чтобы благоголение, оно пришло, Господь, перед тобой, Господь, каждому, особенно, служителям, твоим, 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 детям, твоему народу, Господь, чтобы это благоголение, оно было, передвало, постоянно в сердце, и чтоб страх Божий, был постоянно в сердце, перед тобой, Господь, благослови, эту, Украину, Благослови этим церковь Благодарения и другие церкви в Украине. Восстанови Господь священство и служение Господь. Чтобы источники Господь, Твоего гнева, они были убраны, Господь, премьера Христа. И война закончилась. И народ также России получил свободу. Это делали Кремля и Путина, Господь. Благослови Господь, чтобы Твоя воля, Твое царство, Твое дело, Господь, этот последний урожай Божий, Господь, был собран в ковчеге Завета Твоего, Господь. Церкви Нового Завета, Господь, которые сейчас есть, были собраны по всей земле, этот урожай, Господь, и Твоя воля исполнилась, и был Твой приход, Господь. И то, что Ты определил, что оно сбылось, Господь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Тебе во славу, Господь. Аминь. Аминь. Запрошу, братья, сестры. Братья, верю, что сестры, у него слетать язык, а сейчас появятся сестры, а сейчас в церкви. Верю. Помолимся. Аллилуйя. Как у кого будет оно сердце примерно, я начну тогда. Господь во имя Суда Христа призывает усилу Твою благодать, Господь, на всех нас. Я призываю Твою благодать, Господь, на весь мир, Господь, на страны. Благословляю церковь в Кении, церковь на Филиппинах, наших братьев в Кении, наших братьев на Филиппинах, в океане. Призывай, Господь, Твой Дух, Господь, подними делателей по всей земле, Господь, Твою Евангелие распостри, Господь. Благослови, чтобы были делатели, Господь, чтобы звучало Евангелие, Господь, чтобы люди, слышали Твое Слово, спасались и прикладывались в Твоей церкви. Во имя Суда Христа, вошли в кочек спасения, как Твои предъявили по всей земле, Господь. Благослови, призывай Твою милость и благодать на Украину, Господь. Я прошу Тебя за тех людей, которые оказались в тяжелых ситуациях, которые имеют ранение, без медицинской помощи, нету лекарств, врачей, Господь. Я прошу Твою милость, Господь, руку ихнюю, простри, Господь, к ним во имя Суда Христа. Приказы всякой ранее зажить, всякому загноенью уйти, ранее очищать, всякому источнику воспаления уйти во имя Суда Христа. Раном затянуться, всякой болью уйти во имя Суду Христа. Сверху естественно, всяким повреждением восстановиться, уйти и местам повреждения полностью восстановиться, зажить костям, срастись, стать на место как нужно во имя Суда Христа. Во имя Суда Христа Господь, даруй силы Господь, всякой немощи, приказывай уйти Господь во имя Суда Христа, приказывай всякой боли уйти во имя Суда Христа, всякой ранее зарасти Господь. И также, кто попал в плен, я прошу за этого человека, воина Господь, разведчика, Галерия Руслана, который оказался в плену, был схвачен в плену на острые змеины, отец которого делал мне зонтики Господь, благослови, чтобы был обмен Господь, и руку свою просли Господь к нему во имя Суда Христа, чтобы он был обменен и попал в своей семье Господь, и уранный Господь врачу Господь во имя Суда Христа, приказывай исцелиться и ураном Господь. И каждому, кто попал в плен Господь, чтобы он был возвращен во имя Суда Христа, благослови, чтобы я прошу тебя за Донецк, за Луган, Господь, за мирных жителей Господь, за Украину Господь, источники войны Господь, я приказываю им закрыться и уйти прочь во имя Суда Христа, всякому духу войны, связывай дух войны, приказывай уйти прочь во имя Суда Христа, и миру прийти Господь во имя Суда Христа, благослови, чтобы сердца каждого украинца не поменялись Господь во имя Суда Христа, но ты благослови Господь, И также в России, Господь, я Тебя прошу за свободу народа России, Белоруссии, от идеологии Кремля и Путина. Ну и прошу Тебя, Господь, ради нас, Господь, во имя святого Христа, ради Божьего народа, ради Твое дело, за Твое ведение, которое Ты дал в среднем благодарении другим церквам, Господь. Благослови, чтобы пришел в мир, Господь, во имя святого Христа. Огради злых людей, которые не раскаливались, которых сердцово зло в всякое время, Господь, их огради с помощью полиции, с помощью тюрьмы, законодательно, Господь. Чтобы они зло не делали, Господь, во имя святого Христа, чтобы можно было совершать служение и собрать это уже в последнее время. Прославься, Господь, во имя святого Христа, в имя святого Халилюя. Амин. Отче, мы благодарим Тебе за Твою надприроднюю благодать на нашем народе. Мы бачим плодиции и благодать с начала этого столетия. Мы бачили ее в период Революции Гидности на Майдане. Мы бачим ее в период войны, когда российский агрессор напал на нашу государство. Слава Тебе, Господь, что ты верный своему слову и твой план относительно Украины, он сбывается через пророка Исаии, где говорит пророк, что жезел всякое ярмо, которое идет в нашу страну, и жезел поражавший нас, и трость притеснительная. Ты уберешь, как в дни медиама. Эти слова, они сбываются на протяжении десятилетий, и они сбудутся, звичайно. Пока каждое слово, через пророка Исаию, оно не сбудется в Украине, твоя надприродняя благодать, она никогда не перестанет. Ты верный своему слову, отче, и отрисся от него не можешь из себя. Дякую за все, за майбутнє Украины, за твою любовь до своего ближнего, за таку велику любовь, что ты отдал своего Сина Единогородного, за жертву, за наши грехи, за наше спасение. Аминь. За все слава, отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Спасибо тебе, Господи, за присоединяйся к вам, братьев, молитв, сказанных, сказанных Господь. Спасибо тебе за сегодняшнее служение, за то, что ты вел это служение Духом Святым Божиим. Спасибо за милость, благодать. Я благодарен тебе за нашу страну, наше государство Божие. Спасибо за то, что ты оберегаешь, сохраняешь нас, Господи. Прошу тебя за тех мужчин и женщин, которые сейчас воюют на передовой, Господи. Сохранись, береги каждого Божия. Пусть твои ангелы их охраняют и оберегают. Пусть твоя любящая рука будет над ними, Господь. Во имя Иисуса Христа. Сохранясь, берегай жизни, Господи. Чтобы как можно меньше людей погибало, Господи. Во имя Иисуса Христа. Также прошу тебя за мирных жителей, которые сейчас находятся в городах, в которых идут бои, Господь. Сохраняй, берегай их дома, жилища, Господь. Людей, всех, Господи, мужчин, женщин и детей, Господь. Пребывай с ними, Господи. Пусть твоя благодать, любовь, она охраняет их во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господи, за то, что ты с нами, за то, что ты любишь нас, благословляешь и наставляешь. Благослови, Господи, предстоящую неделю. Помоги нам прожить ее так, как тебе угодно. Чтобы нам, являясь светом и солью для тех людей, которые будут окружать нас на протяжении всей недели. Помоги нам быть примером, Боже, дай мудрости для того, чтобы жить, говорить, поступать правильно по воле Твое, Господь. И будь за все прославлен и возвеличен. Наш всемогущий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо, Господи, за Украину, за всех нас, за миру. Благословляйся. Аминь. Господи, благослови каждого из нас. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья. Блесю. Блесю. Бахпалинка. Хавина Седеи. Маганда Арам. Хава Будвек. Маганда Ленинго. Гарного дня. Всех гарного тижня. Благословляемся. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.